Как управлять финансами и сокращать издержки производства в период экономической напряженности? Найти ответы на эти и другие вопросы должны участники рабочей группы, созданной по указу главы Чувашии. В ее состав войдут руководители министерств и ведомств предприятий и организаций республики. Кроме задач, стоящих перед рабочей группой, на еженедельном совещании в Доме правительства обсудили и другие вопросы. Негативные тенденции мировой экономики не могли не коснуться России. Как отметил на прошлой неделе в Давосе первый вице-премьер Игорь Шувалов, наша экономическая ситуация нехорошая. Она может ухудшаться, может остаться такой, может получиться, как в 2009 году, что цены на наши основные экспортные товары начнут расти и будет казаться, что с экономикой все неплохо. Конец цитаты. Наряду с экономическими факторами нельзя сбрасывать со счетов политические. К примеру, агентство Мудис понизило рейтинг России и ряды регионов, включая Москву и Санкт-Петербург. Чувашия тоже оказалась в списке, наряду с Хантамансийским округом, Татарстаном и Башкортостаном. Этот вопрос активно обсуждали участники сообщества финансистов, которые собирались в Чебоксарах в пятницу. Центробанк принял решение в целях регулирования применения банком и инструментов рейтинга, которые присвоены до 1 марта 2014 года. Самый главный индикатор экономического положения – цены на продовольственные товары. Минэкономразвитие и Минсельхоз Чувашия постоянно мониторят целый ряд продуктов в разных торговых точках. На прошлой неделе в центре внимания была капуста, подорожавшая у нас чуть ли не в два раза. Сейчас ситуация выравнивается. Зафиксировано снижение цен на четыре пункта. Владимир Аврелькин также отметил, что молоко в рознице подешевело вслед за снижением закупочных цен на сырье. Несмотря на рост цен на некоторые продукты питания, в ассортименте магазинов по-прежнему остаются аналогичные товары по недорогим ценам. В 2014 год мы завершили с индексом инфляции 10,9%. Это седьмое место в привозке в федеральном округе. На значительно ниже, чем по-российски сложился индекс потребительских цен. В Чебоксарах и других муниципалитетах проводятся ярмарки «Покупать дешевле». Они пользуются большим спросом. Глава республики напомнил, информация о том, где можно купить продукты по низким ценам, должна быть в распоряжении жителей республики постоянно. Михаил Игнатьев также поручил Минобразование и Минздрав соцразвития контролировать цены на питание в подведомственных учреждениях. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.